Слово о том, что кто сам себе не вредит, тому никто вредить не может. Знаю, что для людей грубых, пристрастных к настоящему, прилепившихся к земле и раболепствующих чувственным удовольствием, а к духовным предметам не очень расположенным, настоящее слово покажется необычным и странным. Они будут и громко смеяться, и осуждать нас, как будто мы с самого начала речи говорим невероятное. Однако мы не оставим своего намерения. Но по этому самому особенно и приступим с великим усердием к доказательствам того, что предложили. И если такие люди захотят, не смущаясь и не тревожаясь дождаться конца беседы, то я уверен, что они и согласятся с нами, будут осуждать самих себя за прежние заблуждения, станут говорить противно, извиняться и просить прощения в том, что они имели неправильное понятие о вещах, и много будут благодарить нас, как больные благодарят врачей, избавившись от болезней, мучивших их тело. Поэтому не высказывай мне имеющегося у тебя теперь суждения, но подожди следствие наших слов, и тогда ты в состоянии будешь произнести неложный приговор, так как ничто по неведению не помешает истинному суждению. Так и по житейским делам заседающие судьи, хотя видят, что первый оратор говорит сильно и все потопляет своим красноречием, не решается произнести приговор прежде, нежели выслушает с долготерпением и другого, противоречащего ему. Но хотя бы первый казался говорящим правду, а не сохраняет беспристрастное внимание и для другого. В том и состоит достоинство судей, чтобы со всей точностью, узнав дело с обеих сторон, потом произносить собственное суждение. Так и теперь. Общее у людей предубеждение с течением времени, укоренившееся в умах многих, точно какой оратор, по всей вселенной возвещает и говорит так. Все не извратилось в роде человеческом, везде смятение, ежедневно многие терпят обиды, угнетения, притеснения, ущерб, слабые от сильнейших, бедные от богатых. И как невозможно исчислить волн морских, так и множество обижаемых, угнетаемых, страждущих. Ни действия законов, ни страх судилищ, и ничто не останавливает этой заразы и болезни. Но с каждым днем умножается зло, везде стон, плач, слезы обижаемых, и поставленные для исправления этого судей сами увеличивают бурю и усиливают болезнь. Поэтому многие из неразумных и несчастных, впадая в необычайное неистовство, обвиняют промысл Божий, когда видят, что смиренного часто влекут, терзают, мучают, а дерзкий, наглый, бесчестный и происшедший от бесчестных обогащается, облекается властью, бывает для многих страшен, причиняет бесчисленные бедствия смиренным. И эти несправедливости бывают и в городах, и в селах, и в пустынях, и на суше, и на море. Итак, нам необходимо предложить это слово для опровержения вышесказанного, выступив на подвиг, вред, хотя необычный и страшный, как я вначале сказал, но благопотребный, справедливый и полезный для тех, которые хотят внимать и поучаться. В нем будет доказано, не бойтесь же, что каждый обижаемый не от других терпит вред, но сам от себя. А чтобы речь наша была более ясной, прежде всего исследуем, что такое вред и какого рода вещей он обыкновенно касается. Также, в чем состоит совершенство человека, что вредит ему, и что вредит ему только по-видимому, а на самом деле не вредит. Например, нужно подтвердить речь примерами. Каждая вещь терпит вред от чего-нибудь. Железо от државчины, шерсть от моли, стада овец от волков. Добротность вина теряется, когда оно переменяет вкус и окисает. А добротность меда, когда он лишается свойственной ему сладости и переменяется в горькую жидкость. Хлебу на поле вредит прелость и засуха, виноградным плодам, листьям и ветвям злой рой саранчи, другим деревьям, червь и телам бессловесных различные болезни. Но чтобы исчисляя все, слишком не распространить слово, скажем, что и нашему телу вредят горячки, расслабления и множество других болезней. Итак, если для каждого из этих предметов есть что-нибудь повреждающее его добротность, то посмотрим, что вредит человеческому роду и от чего повреждается совершенство человека. Многие усматривают различные необыкновенные причины. Нам нужно высказать и погрешительные мнения и опровергнув их, потом указать на то, что подлинно вредит нашему достоинству и ясно доказать, что никто не мог бы сделать нам несправедливости или причинить вреда, если бы мы не выдавали сами себя. Многие по своим погрешительным мнениям считают вредным для нашего достоинства разное. Одни бедность, другие телесную болезнь, иные потери имения, другие злословия, иные смерть. И непрестанно о том сокрушаются и плачут, и, жалея испытывающих это, оплакивая их и поражаясь, говорят друг другу, какая беда случилась с таким-то, он вдруг лишился всего имения, а иной говорит о другом, такой-то подвергший жестокой болезни, и посещающие его врачи отчаялись в его жизни. Один сетует и плачет о заключенных в темнице, другой об изгнанных из отечества и отправленных в ссылку, иное лишенных свободы, другое похищенных врагами и взятых в плен, иное потонувшим или сгоревшим, другое задавленным, обрушившимся зданием, а никто не плачет о живущих нечестиво. Но что всего хуже, часто даже называют их счастливыми, это бывает причиной всех зол. Итак, но не бойтесь, о чем я и вначале просил, покажем, что ничто из вышесказанного не вредит человеку осторожному и не может причинить вред его достоинству. Подлинно скажи мне, какой вред причинен достоинству человека тем, что он лишился всего имения, или что у него отняли все клеветники, разбойники или домашние злодеи? Впрочем, если угодно, изобразим наперед, в чем состоит достоинство человека, указав предварительно на другие существа, дабы сделать речь вразумительнее и яснее для многих. 477. В чем же состоит доброта коня? В том лишь, чтобы он имел золотую узду и такую же подпругу, множество попон и шелковых тканей, ковры разноцветные, золототканные, бляхи с драгоценными камнями и гриву, перевитую золотыми лентами, или в том, чтобы он был скор на бегу, крепок ногами, выступал стройно и имел копыта, каким надобно быть у доброго коня. Одарен был крепкими силами, чтобы пробегать большие пространства, быть годным на войне, стоять в строю с великой бодростью и в случае бегства спасать всадника. Не очевидно ли, что в последнем состоит доброта коня, а не в первом, что также назвал бы ты добротою ослов и лошаков? Не то ли, чтобы они могли легко носить тяжести, удобно совершать путешествия и имели ноги твердые, подобно камню? Скажем ли мы, что внешне что-нибудь лежащее на них увеличивает собственную их доброту? Нет. Какой хвалим мы виноград? Тот ли, на котором много листьев и ветвей, или тот, который обременен плодами? В чем поставляем доброту и маслины? В том ли, когда она имеет большие ветви и весьма много листьев, или в том, когда она приносит обильные плоды и вся имя усеяна? Так точно поступим в отношении к людям. Определим достоинство человека и вредным для него будем считать только то, что вредит ему. В чем состоит достоинство человека? Не в богатстве, так чтобы тебе бояться бедности, не в телесном здоровье, так чтобы страшиться болезни, не во мнении народном, так чтобы смотреть на худую молву, не в жизни пустой и бесцельной, так чтобы для тебя была страшна смерть, и не в свободе, так чтобы убегать рабству, но в точном соблюдении истинного учения и в добродетельной жизни. А этого и сам дьявол отнять не может у того, кто, имея, сохраняет это с надлежащим тщанием. Знает об этом и бес лукавейший и лютейший, поэтому и Иова он лишил имущества не для того, чтобы сделать его бедным, но чтобы заставить его произнести какое-нибудь богохульное слово. И тело его поразил не для того, чтобы сделать его больным, но чтобы поколебать добродетель души. Но несмотря на это, что употребил все свои хитрости, из богатого сделал его бедным, что для нас кажется ужаснее всего, из многочадного бездетным и растерзал все тело его гораздо хуже, нежели палачи в судилищах. Ведь не так когти их терзает ребра, попавшихся в их руки, как уста червей грызли плоть его. И распространил худую о нем молву, ведь друзья в его присутствии говорили, что они довольно наказан за свои грехи и много взводили на него обвинений. И не из города только, или из дома изгнал его и переселил в другой город, но смрадный помет сделал для него и домом, и городом. Однако не только немало не повредил ему, но своими кознями сделал его еще более славным. Он не только не отнял у Иова ничего из имущества, хотя и отнял столько, но доставил ему еще большее богатство, добродетели. Подлинно Иов стал иметь после того большее дерзновение, как подвязавшись о труднейшем подвигом. И если же тот, кто столько потерпел, и при том потерпел не от человека, а от злейшего всех людей беса, нисколько не понес вреда, то кто после того может иметь извинения, когда говорит «такое-то сделал несправедливость и нанес вред». Если дьявол исполненный такой злобы, употребив все свои орудия и пусти все стрелы и все, какие бывают с людьми, бедствие с преизбытком обратив и на дом, и на тело праведника, не сделал никакого вреда этому мужу, но, как я сказал, еще более пользы принес ему, то как могут иные обвинять того или другого, как будто от них потерпели они вред, а не от самих себя? 478. Как же скажешь, разве не сделал дьявол вреда Адаму, не довел его до падения и не изгнал из рая? Нет, не он сделал это, а не родивость падшего, не внимания к себе и не бодрствования. Тот, кто, употребив столько и таких средств, не мог победить Иова, мог ли бы при меньших усилиях преодолеть Адама, если бы этот по своему небрежению не выдал сам себя? Как? Неужели тот, у кого по козням клеветников отнято имение, не потерпел вреда, лишившись всего имущества, потеряв отеческое наследство и впавши в крайнюю бедность? Не потерпел вреда, а еще получил пользу, если он внимателен к самому себе? Скажи мне, какой вред причинило это апостолам? Не с голодом ли жаждой и наготою непрестанно боролись они, но по этому самому они и были весьма славны и знамениты, и великую получали помощь от Бога? Какой вред Лазарю причинили болезнь, раны, нищета и беспомощное одиночество? Не за это ли особенно исплетенные ему венцы? Какой вред был для Иосифа от того, что об нем была худая молва и в собственной его земле и в чужой? Его считали распутником и блудником? Повредило ли ему рабство? Повредило ли удаление из Отечества? Не поэтому ли особенно мы и восхищаемся ими, изумляемся ему? Но что я говорю об удалении из Отечества, о бедности, худой молве и рабстве? Самая смерть, какой вред причинила Авелю? Смерть и насильственная, и безвременная, и нанесенная братней рукою. Не потому ли прославляется он по всей вселенной? Видишь ли, как речь моя доказала более, нежели сколько обещала? Она показала, что не только никто не терпит вреда от кого-либо другого, но еще большую пользу получает внимательнее к самим себе. Для чего же скажешь наказание и мучение? Для чего гиена? Для чего столько угроз, если никто не терпит вреда и никто не делает вреда? Что говоришь ты? Для чего смешиваешь выражения? Я не сказал, что никто не делает вреда, но что никто не терпит вреда. Как же скажешь может быть чтобы никто не терпел вреда, когда многие делают вред? Так как только я сказал Иосифу сделали вред братья, но сам он не потерпел вреда. И на Авеля злоумышлял Каин, но он не получил вреда от злоумышления. Для того и наказание и мучение. Не за добродетель страждущих Бог уничтожает наказание, но за нечестие порочных определяет мучение. Хотя страждущие от злоумышленников и делаются славнее, но это зависит не от намерения злоумышляющих, а от мужества подвергающихся злоумышлению. Поэтому последним определяется и готовится награды за любомудрие, а первым наказание за злобу. Лишен ты богатства? Говори. Нак я вышел из чрева матери, Нак и возвращусь. Превосокупи апостольское изречение. Ничего не внесли мы в мир все, явно, что ничего и не вынесем. Идет ли о тебе худая молва и бесчисленными злословиями осыпают тебя? Вспомни следующее изречение. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо. Лука 6, 26. Еще, возрадуйтесь и возвеселитесь, когда имя ваше пронесут как неугодное. Изнан ли ты за пределы отечества? Представь себе, что ты не имеешь здесь отечества, но если хочешь быть любомудрым, то и всю землю тебе заповедано считать чуждаю. Подвергся ли ты жестокой болезни? Скажи апостольские слова. Если внешне наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Потерпел ли кто насильственную смерть? Представь себе Иоанна и головы его отсеченные в темнице, принесенные на блюде и отданные в награду за пляску блудницы. Представь себе и награды за это. Все эти страдания, когда они причиняются кому-нибудь несправедливо, ощущают грехи и доставляют праведность. Так велика от них польза для тех, которые переносят их мужественно. Итак, если ни лишение богатства, ни клевета и злословия, ни изгнания, ни болезни и страдания, ни самая смерть, которая кажется всего страшнее, не причиняют вреда испытывающим это, но еще приносят пользу, то отчего, укажи мне, может кто-нибудь потерпеть вред, когда от этого он не терпит никакого вреда. Напротив, я постараюсь доказать, что те особенно и терпят вред, испытывают мучения и неисцельно страждут, которые причиняют это другим. Кто может быть несчастнее Каина, который так поступил с братом? Кто жалче жены Филипповой, которая отсекла у Яна голову, или братьев Иосифа, которые продали его и удалили за пределы отечества? Кто несчастнее дьявола, который подверг Иова таким бедствием? Ведь он не только за прочие дела, но и за это злоумышление понесет великую казнь. Ты видишь ли, как и здесь слово наше показало больше обещанного, то есть что не только угнетаемые не терпят никакого вреда от злоумышленников, но даже все обращается на голову злоумышляющих. Подлинно, если не богатство, и не свобода, и не жизнь в Отечестве, и не другое, что-нибудь из вышесказанного составляет достоинство человека, а добродетели души, то следует, что когда вред касается тех благ, то человеческое достоинство нисколько не терпит вреда. А что если бы кто-нибудь лишился душевного любомудрия, и в этом случае, получая вред, он терпит его не от другого, а собственно сам от себя. Как скажешь собственно сам от себя? Когда он испытывает кого-нибудь бичевание, или отнятие имущества, или иное тяжкое притеснение, произнесет богохульное слово, то здесь он терпит вред и вред весьма великий, но не от притеснителя, а от собственного малодушия. Я и прежде говорил, и теперь скажу, никакой человек, хотя бы он был тысячекратно зол, не может ни на кого напасть свирепи и с большей яростью, нежели злой бес и непримиримый враг наш дьявол. Однако этот злой бес не мог преодолеть и не зложить человека, жившего прежде закона и прежде благодати, хотя со всех сторон пускал в него столько язвительных стрел. Таково благородство души. А Павел не потерпел ли он столько бедствия, что и исчислить трудно? Он жил в темницах, был окован цепями, водим с места на место, терпел бичевание от иудеев, был побиваем камнями, был терзаем, по спине не только ремнями, но и жезлами, тонул в море, часто попадал в руки разбойников, терпел гонения от единоземцев, непрестанно был поражаем врагами и знакомыми, подвергался бесчисленным злоумышлениям, боролся с голодом и наготою, и другие постоянные и непрестанные переносил бедствия и скорби. На что говорить много? Он умирал каждодневно, и однако перенося столько и таких бедствий, он не только не произнес ни одного богохульного слова, но радовался и хвалился этим. В одном месте он говорит «Радуйсь страданиях моих» Колостином 1.24, а в другом месте «Но не только этим, но хвалимся и скорбями» Римином 5.3. Если же он при таких страданиях радовался и хвалился, то какое извинение, какое оправдание будешь иметь ты, когда не переносишь и малейшей части их, и богохульствуешь. 481. «Но скажешь, иным образом я терплю вред, тем, что если не богохульствую, то лишившись богатства, делаюсь несостоятельным для подавания милостыни». Это предлог и отговорка. «Если ты об этом скорбишь, то твердо знай, что бедность не бывает препятствиям милостыни. Хотя бы ты был тысячекратно беден, все же ты не беднее той, которая имела только горсть муки, и той, у которой было только две лепты, из которых та и другая, и, сдержав все свое имение на бедных, удостоились дивной похвалы, и великая бедность не была препятствием столь великому человеколюбию. Но милостыня, состоявшая из двух лепт, была так богата и значительна, что затмила всех богачей, и богатством расположения и избытком усердия превзошла тех, которые клали много статиров. следовательно, и здесь ты не терпишь вреда, но еще большую получаешь пользу, через малое приношение, приобретая венцы более блистательные в сравнении с теми, которые положили много. Впрочем, хотя бы тысячу раз мы говорили это, плотолюбивая души, любящие житейские удовольствия и пристрастившиеся к настоящим благам, нелегко согласятся оставить эти увядающие цветы, таковы приятности настоящей жизни, и не решаться оставить эти тени, но даже лучшие из людей стремятся за теми и другими благами, а несчастнейшие и жалкие большей частью гоняются за здешними благами, а за тамошними весьма мало. Сорвем же блестящую благовидную маску с гнусного и безобразного лица этих предметов и покажем мерзость блудодейцы, ведь такова именно жизнь провождаемая сластолюбие, стребролюбие и честолюбие. Она гнусна, безобразна, исполнена великой мерзости, неприятна, тягостна и полна горечи. Подлинно пленившиеся ею совершенно лишены извинения, особенно потому, что для них любезна и вожделенна эта жизнь, исполненной неприятности и великой горечи, состоящей из бесчисленных зол, опасности, кровопролитий, пропасти, подводных камней, убийств, страха, трепета, зависти, ненависти, коварства и непрестанных беспокойств и забот, не доставляющие никакой пользы и не приносящие никакого плода от таких бедствий, кроме мучения, наказания и вечного страдания. Несмотря на то, что она такова, многим она кажется блаженной и вожделенной, что, впрочем, служит знаком безумия пленяющихся, а не блаженства самого обладания ею. Так и малые дети гоняются за игрушками и восхищаются ими, а о предметах свойственных совершеннолетним и понятия иметь не могут. Но для тех извинением служит несовершенный возраст, а эти не имеют никакого оправдания, имея детский ум в совершенном возрасте и поступая даже бессмысленнее детей. А почему, скажи мне, вожделенно богатство? О нем надо мне начать речь, потому что оно для многих, зараженных этой жестокой болезнью, кажется драгоценнее и здоровья, и жизни, и народной похвалы, и доброго мнения, и отечества, и домашних, и друзей, и родных, и всего прочего. До самых облаков достигает пламя этого костра, и сушу, и море обнял огонь этой печи. Никто не тушит этого пламени, и раздувает все, как те, которые уже пленены, так и те, которые еще не пленены, чтобы быть плененными. Каждый может видеть, как все, и мужчина, и женщина, и раб, и свободный, и богатый, и бедный. Каждый по своим силам день и ночь несут бремя, доставляющее великую пищу этому огню. Время не дров и хвороста, не такого этот пламень, но душ и тел, неправды и беззакония. Именно этим обыкновенно поддерживается такой пламень. Богатый никогда не оставляет этой безумной страсти, хотя бы овладели всей вселенной, и бедные стараются сравняться с ними, и какое-то неисцелимое соревнование, необузданное бешенство, и неизлечимая болезнь объемлет души всех. Всякую другую любовь преодолела эта любовь и знала вон из души. Не смотрят ни на дружбу, ни на родство, что я говорю, дружбу и родство, даже на жену и детей, любезней которых ничего не может быть для мужей, но все брошено и попрано, потому что это жестокое и бесчеловечное владычество овладело душами всех плененных. Подлинно она, как бесчеловечная владычица, как жестокая госпожа, как свирепый варвар, как всенародная и жадная блудница, сранит, терзает и бесчеловечных подвергает опасностям и мучениям тех, которые отдались ей в рабство. Но сколь она не страшна и сурова, сколь не грубая и свирепа, хотя имеет лицо варварское, или вернее зверское и свирепее, чем у волка и льва, для плененных и ею. Она кажется кроткой, любезной и слаще меда. Она ежедневно кует на них мечи и оружие, роет пропасти, влечет их к безднам, стремнинам и подводным камням и сплетает для них бесчисленные сети мучения. А между тем и пленники ее, и желающие быть пленниками думают, будто она делает их счастливыми. Как свинья, валяясь в нечистоте и грязи, утешается и услаждается, равно как и жуки, непрестанно копающиеся в навозе. Так точно и преданные сребролюбию бывают несчастнее этих животных. Мерзость здесь больше и грязь зловоннее. Придавая страсти, они думают получить от того великое удовольствие, что зависит не от свойства самого предмета, но от души, страждущей таким безумием. А это хуже скотского безумия. Как причиной того, что животные остаются в грязи и навозе, бывает не грязь и навоз, а бессмыслие попадающих туда животных. Так рассуждаю об людях. 483 Но как исцелить нам таких людей? Для этого нужно, чтобы они захотели открыть нам слух свой и расположили ум свой к принятию слов наших бессловесных животных невозможно исправить и отклонить от нечистой жизни, потому что они без разума, а благороднейших существ, одаренных и разумом, и словом, то есть людей, если они захотят, удобно и весьма легко можно отклонить от этой грязи зловония, нечистоты и мерзости. Почему тебе человек богатство кажется драгоценным? Конечно, по удовольствию получаемому от трапез, по чести и множеству слуг, угождающих тебе за него, потому что ты можешь отмщать оскорбляющим тебя и быть для всех страшным. Других причин представить ты не можешь, кроме удовольствия, лести, страха и мщения, потому что обыкновенно богатство отнюдь не делает никого ни мудрее, ни целомудреннее, ни смиреннее, ни благоразумнее, не делает ни добрым, ни человеколюбивым, не ставит выше ни гнева, ни чрева, ни удовольствия, не учит ни умеренности, ни смирения и никакой другой добродетели, не вселяет и не насаждает в душе. Ты не можешь сказать, чтобы ты искал и желал его по какой-нибудь из этих причин, потому что оно не только не способно насаждать или возвращать что-нибудь доброе, но если даже найдет добро, уже находящееся в человеке, то повреждает, останавливает и сушает его, а иное и вовсе истребляет и вносит противное тому безмерное невоздержание, непристойную раздражительность, несправедливый гнев, гордость, надзменность, безумие. Впрочем, не буду говорить об этом, потому что страждущий такой болезнью, всецело предавшись наслаждению и сделавшись его рабами, не терпят слушать о добродетели и пороке и видеть себя в то же время осуждаемыми и обличаемыми. Оставим же речь об этом и поставим на вид другое, посмотрим, доставляет ли богатство какое-нибудь удовольствие или какую-нибудь честь. Я вижу все противное. И, во-первых, если хотите, обратим внимание на трапезы богатых и бедных и спросим вкушающих, кто из них особенно получает чистое и истинное удовольствие? Тели, которые целый день возлежат на скамьях, соединяют ужины с обедами, переполняют чрево, притупляют чувства, чрезмерной тяжестью снеги погружают в свою ладью и обременяют свой корабль, потопляя свое тело, как бы при кораблекрушении, связывают себе и ноги, и руки, язык и все тело свое цепями пьянства и пресыщения, которые тяжелее железных цепей, не имеют надлежащего и чистого сна, бывают несвободны от страшных сновидений, делаются несчастнее беснующихся, произвольно принимая в душу какого-то беса, становятся посмешищем для рабов или лучше предметом сожалений и слез для самых кротких из них, не узнают никого из присутствующих, не могут ничего не сказать, не выслушать, но переносятся на руках другими со скамьи на постель, или те, которые трезвы и бодрственны, определяют меру еды и питья нуждою, плывут по попутному ветру, и величайшее усложжение пищи и питьем находят в голоди и жажде. Ведь ничто не доставляет такого удовольствия и здоровья, как то, чтобы приниматься за пищу и питье при голоде и жажде. Сытость измеряет одной нуждою, не приступать к ее пределам и не обременять тело сверх его силы. Если ты не веришь словам моим, то посмотри на тело тех и других, и на душу каждого из них. Не у тех ли, которые живут умеренно, не указывай мне на редкие случаи, когда кто-нибудь бывает слаб здоровьем по какому-нибудь другому обстоятельству, но суди по тому, что происходит всегда и непрестанно. Не у тех ли, которые живут умеренно, тело здорово, чувства светлые и с великой легкостью исполняют свое дело, а у неумеренных оно слабо, мягче всякого воска и подвержено множеству болезней. У них скоро является и подагра, и неприятное трясение тела, и безвременная старость, и головные боли, и расслабление, и расстройство желудка, и потеря аппетита, и непрестанно они нуждаются во врачах, в постоянных лекарствах и в каждодневном лечении. Это ли, скажи мне, удовольствие? Кто так назовет это из тех, которые знают, что такое удовольствие? Удовольствие бывает тогда, когда удовлетворение следует за аппетитом. Если же удовлетворение делается, а аппетита вовсе нет, то удовольствие теряется и исчезает. Поэтому-то больные, хотя бы перед ними лежали приятнейшая пища, с отвращением и как бы неприятностью кушать ее, потому что у них нет аппетита, который делает удовлетворение приятным. Ведь не свойство пищи и питья, но аппетит вкушающих обыкновенно производит желание и доставляет удовольствие. Поэтому и один добрый муж, точно знавший удовольствие и умевший судить об этом, говорил так, «Душа пищи» попирает из притча 27.7 «Выражая, что они в свойстве трапези, но в расположении вкушающих состоит удовольствие. Поэтому и пророк, исчисляющий чудеса бывшие в Египте и в пустыне, между прочим, сказал так, «Бог из скалы напоил медом», Солом 80.17, хотя нигде не видно, чтобы камень источал для них мед». Что же значат эти слова? Так как евреи, утомившись от труда и путешествий и сильно мучаясь жаждаю, припадали к холодным струям, получая великое наслаждение вследствие жажды, то он, желая представить это удовольствие от питья воды, назвал воду медом, не потому, чтобы она переменилась в мед, но потому, что приятность воды равнялась его сладости, так как пившие воду приступали тогда к ней с жаждаю. Если же это так, и никто не может противоречить этому, хотя бы он был самый бессмысленный, то не очевидно ли, что при трапезах бедных бывает чистое, истинное и великое удовольствие, а при трапезах богатых неприятность, отвращение, омерзение, и, как сказал мудрый муж, голодной душе все горькое, сладкое. Но богатство, скажешь, доставляет уважение имеющим его и удобство мстить врагам. И так, потому, скажи мне, богатство кажется любезным и вожделенным для вас, что оно питает в вас сильнейшие страсти, приводит в действие гнев, поднимает славолюбие до высочайшей степени, надневает и доводит до безумия. Но потому особенно и нужно не оглядываясь бежать от него, что оно вселяет в ум наш некоторых диких и свирепых зверей, лишает истинного уважения у всех, а доставляет обманутым иного рода уважения, подкрашено только его красками и заставляет считать это уважение истинным, хотя оно по свойству своему не таково, а только по виду кажется таким. Подобно тому, как произведенная притираниями и прекрасами красота непотребных женщин, не составляя красоты, представляет для обольщающих гнусное и безобразное лицо хорошим и благообразным, хотя оно на самом деле нехорошо, так точно и богатство заставляет принимать лесть за уважение. Не смотри же на похвалы, произносимые открыто из страха и ласкательства, это краски и прекрасы, но вникни в совесть каждого, кто так льстит тебе, и увидишь тысячи обвинителей, которые внутренне говорят против тебя, отвращаются и ненавидят тебя более нежели злые враги и неприятели. Если бы когда-нибудь случившаяся перемена обстоятельства сняла и обличила эту из страха составленную маску, как солнце жаркими лучами своими обнаруживает те лица, тогда ты ясно увидел бы, что ты во все прежнее время был в крайнем неуважении у своих угодников и считал себя почитаемым от тех, которые весьма ненавидят тебя, осыпает тебя в мыслях своих бесчисленными злословиями и желает видеть тебя в крайних бедствиях. И ничто не доставляет такого уважения, какое доставляет добродетель. Уважение не вынужденное, уважение непритворное и неприкрытое какой-либо маской обмана, но истинное, искреннее и неизменяемое никакими трудными обстоятельствами. 486 Ты хочешь отомстить оскорбившим тебя, но по этому самому, как я уже сказал, особенно и нужно избегать богатства. Оно обыкновенно заставляет тебя поднимать меч против тебя самого, подвергает тебя строжайшему суду в будущем и приготовляет невыносимые наказания. Мщение есть столь великое зло, что и Божие человеколюбие прекращалось от него и уже данное прощение в бесчисленных грехах через него отменялось. Так тот, которому прощено было десять тысяч талантов и за простую просьбу дарована была столь великая милость, когда стал требовать от подобного себе раба сто динариев, то есть стал требовать наказания за проступки в отношении к нему, тот же стокостью к своему товарищу произнес приговор против себя самого и не за другое что-нибудь, а только за это он и предан был мучителем и был наказан и должен был уплатить множество талантов и никакого не получил прощения оправдания но потерпел жесточайшее мучение и повеленно было взыскать с него весь долг который прежде человеколюбие божие простило ему и так потому ли скажи мне богатство вожделенно для тебя что оно легко ведет тебя к такому греху напротив поэтому-то и надо отвращаться от него как от врага неприятелей страшного убийцы но бедность скажет производит скорби часто вынуждает произносить богохульные слова и решаться на низкие дела нет не бедность а малодушие так и Лазарь был беден и весьма беден к бедности присоединялась болезнь которая будучи горше всякой бедности делала эту бедность еще не сноснее к болезни еще беспомощное состояние и неимение благодетелей которые делали и бедность и болезнь еще более горькими каждое из этих бедствий и само по себе мучительно а когда нет и благодетелей то бедствия становится еще больше пламень сильнее боль мучительнее буря свирепие волнение страшнее печь жарче если же вникнуть точнее то прибавится к этому четвертое бедствие невоздержание и роскошь жившего в соседстве богача если желаешь найти что-нибудь и пятое к усилению пламени то ясно увидишь что и это находилось у него ведь богач не только роскошествовал но видел дважды трижды или вернее многократно в день лазаря так как он лежал у двери представляя жалкое зрелище несчастья и одним видом мог бы сникчить даже каменную душу и несмотря на это богач по своему бесчеловечию не склонялся на помощь бедному а сам имел сиборитскую трапезу полные чаши обильно разливаемое вино блестящие толпы поваров тунеядцев или спецов с самого утра и хоры поющих толпу виночерпев и смехотворцев измышлял всякого рода невоздержания пьянствовал и присыщался роскошествовал и в одежде и в трапезе и во многом другом проводя так все время а об этом бедном и не думал видя каждый день как он мучится от сильного голода от тяжкой болезни от множества ран от беспомощного состояния и происходящих отсюда зол тунеядцы ильстицы лопались от пресыщения а бедняк столь бедный и столь многострадавший не получал даже крупист от трапезы при всем своем желании и однако все это нисколько не причинило ему вреда он не выразил негодования не произнес богохульного слова но как золото очищаясь в сильнейшем огне более светлее так и он объятый страданиями стоял выше всего и страстей и происходящих отсюда у многих огорчений если просто бедный взирая на богатых терзается завистью и мучается ненавистью и жизнь свою считает нежизнью имея при том в достаточной мере необходимой пищи и благодетелей то этот бедняк будучи беден так как никто другой и не только беден но и болен и не имея никакого благодетеля и утешителя но лежа среди города как бы в самой безлюдной пустыне и стаивая от сильнейшего голода и видя что у богача все льется как из источников а он не получает никакого человеческого утешения но служит постоянной трапезой для языков собак тело его было так дрябло и расслаблено что он не мог отгонять и их чего бы не потерпел если бы не был весьма мужествен и любомудр видишь ли что кто сам себе не делает вреда тот не терпит ничего худого хотя бы все оскорбляли его я опять повторяю те же слова подлинно какой вред причиняли ему этому ротоборцу болезнь неимение благодетелей нападение псов худое соседство богача великая роскошь его надменность и гордость сделался ли он от того слабее в подвигах добродетели поколебалась ли твердость его нисколько напротив такое множество бедствий и такая жестокость богача еще более укрепили его сделали с поводом к бесчисленным для него венцам умножили награды усугубили воздаяние послужили большему возмездию он увенчан не за бедность только и не за голод и не за раны и не за лизание псов но за тот что имея такого соседа который каждодневно видел его и постоянно презирал его он переносил мужественно и с великим терпением это искушение немало но весьма много усиливавшее и бедность и болезнь и беспомощное его состояние а что было скажи мне с блаженным Павлом ничто не препятствует опять упомянуть об этом муже не бесчисленный ли принял он множество испытаний а какой потерпел вред не за это ли особенно он увенчан что терпел голод страдал от холода и ноготы многократно подвергался бичеваниям был побиваем камнями и утопал но Павел скажешь был избранник Христов Иуда был в числе двенадцати учеников и он был призван Христом но ничто что он был в числе двенадцати ни самое призвание не принесло ему пользы так как он не имел сердца расположенного к добродетели Павел и борясь с голодом и не имея необходимой пищи и столь много каждодневно претерпевая бедствий с великой бодростью пробегал путь ведущий на небо а Иуда будучи призван еще прежде него пользуясь тем же чем и он будучи посвящен в таинство высшей мудрости приобщившись священной трапезой и страшной вечери получив такую благодать что мог воскрешать мертвых очищать прокаженных изгонять бесов многократно слышал учения нестижательности столько времени обращаясь с самим Христом имея вверенные ему деньги бедность чтобы этим он укращал свою страсть так как он был вор при всем том не сделался лучшим хотя пользовался таким снисхождением Христос зная что он сребролюбив и полюбив деньгам погибнет не только не наказал его тогда за это но дабы укротить его страсть верил ему и деньги для бедных чтобы он имея чем насытить свое корыстолюбие не впал в страшную пропасть меньшим злом отвращая большее 489 так везде тому кто сам себе не хочет сделать вреда никто другой не может повредить и напротив кто не хочет бодрствовать и исполнять должность со своей стороны тому никогда никто не доставит пользы поэтому и дивная история Писания как бы на какой высокой великой и широкой картине описывает для тебя жизнь древних продолжая повествование от Адама до пришествия Христова и представляет тебе как падавших так и увенчанных дабы всячески вразумить себя что тому кто сам себе не делает вреда никто другой повредить не может хотя бы вся вселенная подняла против него жестокую войну ни затрудительность обстоятельств ни перемены времени ни угнетения сильных ни тучи злоумышлений ни множества несчастья ни совокупность всех человеческих бедствий не может немало поколебать мужественного внимательного и бдительного человека напротив нерадивого беспечного незаботящегося о самом себе ничто не сделает лучшим хотя бы употреблены были тысячи пособий тоже показывает нам и притча о тех людях из которых один построил дом свой на камне а другой на песке это не для того чтобы мы представляли песок и камень или строение из камней и кровлю или реки и дождь и сильный ветер устремлявшийся на здание но чтобы от них умозаключали добродетели и пороки и видели отсюда что кто не вредит самому себе тому никто не сделает вреда и так ни порывисто падавший дождь ни реки стремившиеся с великой быстротой ни жестокие ветры ударявшиеся сильным порывом нисколько не поколебали того дома но он остался твердым и неподвижным дабы ты знал что кто не выдает сам себя того никакое испытание поколебать не может а дом другого скоро обрушился не от силы испытаний иначе и с другим было тоже бы но от собственного безумия строители он пал не потому что подул ветер но так случилось с ним потому что он был построен на песке то есть на нерадении и зле ведь он еще и ранее нежели буря устремилась на него был слаб и готов к падению такие здания хотя бы никто не трогал их сами собой разрушаются потому что основание их расторгается и совершенно рассыпается как паутина сама собой разрывается хотя бы никто не прикасался к ней а адаманты под ударами остается целым так точно и те которые не вредят сами себе хотя бы испытывали бесчисленное множество ударов становятся более твердыми а предающие самих себя хотя бы никто не трогал их сами собой увлекаются теряются и погибают так погиб Иуда который не только не подвергался никакому подобному испытанию но и пользовался великим попечением Господа Хочешь ли я покажу тебе как оправдываются эти слова и на целых народах Какого народ иудейски удостоился промышления Не вся ли видимая тварь готова была на служение иудеям Не новый ли и не обыкновенный был у них образ жизни Они не посылали на рынок и пользовались честными припасами не тратя серебра Ни бороз не проводили Ни плуга не влачили Ни земли не возделывали Ни семян не бросали Ни в дождях не имели нужды Ни в ветрах Ни во временах года Ни в лучах солнца Ни в течении луны Ни в благорастворении воздуха Ни в другом чем-нибудь подобном Ни гумна не готовили для хлеба Ни молотили Ни веяни не нуждались Для отделения зерен от плевел Ни жерновов не вращали Ни сушили не строили Ни дров и огня не приносили в дом Ни в искусстве печенья хлеба не нуждались Ни заступа не брали в руки Ни серпа не точили Ни в другом каком-нибудь художестве не имели нужды Например в ткани и зодчестве или шитье обуви Но все доставляло им слово Божие Они имели трапезу готовую без пота и трудов Таково было свойство манны Она была всегда нова свежа не причиняла им никаких хлопот и не изнуряла трудом Даже одежда у них и обувь и самое тело не подвергались свойственной им тленности Такое продолжительное время одежда их не износилась и ноги их не покрылись мозолями хотя они ходили столь много О врачах и лекарствах или хотя о чем-нибудь другом относящемуся к этому искусству они не вспоминали Так далека была от них всякая болезнь Вывел в Писании серебром и золотом и не было в коленах их болящего Солом 114-137 Они так ели и так пили как бы оставили этот мир и переселились в другую лучшую вселенную и пламенейшие лучи солнца не поражали голов их потому что пламень затеняла облако которое везде висело над ними и передвигаясь служила покровом для всего народа И во время ночи они не имели нужды светильники который бы рассевал тьму но столб огненный был для них источником неизреченного света доставляя им две услуги освещая и указывая им путь Он не только светил но точнее всякого путеводителя водил этот многочисленный народ по пустыне Ходили же они не только по суше но и по морю как по суше преодолевали пределы природы пешешествия по страшному морю как бы по твердому и крепкому камню когда эта стихия находилась у них под ногами тогда она была подобна суше ровным полем иниевой а когда вступили в нее враги тогда она оказала действия свойственные морю для них была колесницей а для неприятелей их гробом тех с легкостью переправляла а этих с великой свирепостью потопляла беспорядочные потоки вод оказывали порядок и покорность свойственной людям разумным и мудрым исполняя должность то стража то палача в один и тот же день обнаруживая противоположные действия а что сказать о камнях которые источали потоки вод что о тучах птиц которые множеством своих тел покрывали всю землю что о чудесах бывших в Египте и в пустыне что о трофеях и победах совершенных без пролития крови ведь они как бы играя а не воюя побеждали противников и над властителями своими египтянами они одержали верх безоружия и сражавшихся с ними по исшествии из Египта преодолевали при звуках труп и пения так что эти действия были более ликованием нежели войною более церемонием нежели сражением подлинно все эти чудеса были не для того только чтобы сделать нужное для них но чтобы они точнее сохранили и учение о богопознании которое преподал им Моисей а отсовсюду раздавались голоса возвещавшие о господи об этом возвещало море то делаясь проходимым для пеших то становясь опять морем и струи нила гласили тоже изменяясь в кровь и жабы и раи саранчи и скнипы и зараза говорили это всему народу и чудеса в пустыне манной столб и облако и перепелы и все прочее было для них тогда вместо книги и письмен никогда не изглаждаемых постоянно каждый день служа им напоминанием и отзываясь в сердце их однако после такого о них промышления после несказанных благодеяний после великих чудес после неизреченного попечения после непрестанного учения после внушения словами после убеждения делами после знаменитых побед после славных трофеев после обилия трапезы после избытка воды после неизъяснимой славы какой были отличены перед всем родом человеческим они были неблагодарны и бесчувственны поклонились стельцу стали служить голове вола и искали себе богов тогда как имели свежей памяти совершенные в Египте благодеяния божие и пользовались от него еще многим и другим 492 напротив ни невитяне народ варварский иноплеменный не удостоившийся ничего такого ни малого ни великого ни учения ни чудес ни дел ни слов как только увидели человека спасшегося от кораблекрушения который никогда прежде не бывал у них но в первый раз явился пришел и сказал еще три дня и Миневия будет разрушена то от этих простых слов переменились и справились и оставив прежние нечестие обратились через покаяние к добродетели так что изменили Божие о них определения поддержали колеблющийся город отклонили небесный гнев и избавились от всякого зла и увидел Бог говорит Писание что каждый обратился от злого пути своего и обратились к Господу как скажи мне обратились они велики были их пороки невыразимо нечестие неизлечимы раны что и пророк выразил словами велик вопль их до неба означая расстоянием места великость их пороков и однако столь великое нечестие так возросшее и так высоко поднявшееся что оно достигало до самого неба а не в три дня в столь краткое время после немногих слов выслушанных от человека неизвестного чужеземного подвершегося кораблекрушению так изгладили так истребили так удалили от себя что удостоились следующих слов и увидел Бог что каждый из них обратился от злого пути своего и пожалел Бог о бедстве о котором сказал что наведет видишь ли что внимательный и бдительный не только не терпит никакого вреда от людей но отклоняет и небесный гнев а кто сам предает себя и вредит себе тот немного получает пользы хотя бы удостоился множества благодеяний ни иудеям не принесло пользы такое множество чудес ни иевикианам не повредило то что они не имели их но так как они сами были расположены к добру то в короткое время сделались лучшими хотя были варвары иноплеменники не слыхали никаких божественных глаголов и жили где-то далеко от Палестины 493 какой также скажи мне вред причинили добродетелям трех отроков случившееся с ними бедствие не так далее как они были еще молоды и весьма молоды в раннем возрасте подверглись они страшному наказанию и плену были далеко отведены и пришедшие в чужую землю лишены и отечества и дома и храма и жертвенника и жертв и приношений и возлияния и самого песнопения для них не только дом их был недоступен но вместе с тем и разнообразные виды богослужения не были ли они преданы варварские руки более волкам нежели людям и что всего тяжелее находясь в варварской земле идти к чайшам к плене не имели ни учителя ни пророка ни начальника нет говорит писание ни князя ни пророка ни вождя и нет места всесожжения где могли бы приносить для бога чтобы обрести его милость притом они введены были в царский дом как бы на какую-нибудь скалу и утес и в море наполненное подводными камнями и принуждены были плыть по этому страшному морю без кормчего без рулевого без корабельщиков и без парусов или как бы в темнице заключены были царских чертогов они любили мудрость стояли выше житейских дел поправили всякую гордость человеческую отличались легким крылом и потому пребывание там считали усугублением своих бедствий находясь вне дворца в частном доме они могли бы пользоваться большой свободой а поступив в эту темницу ведь они считали всю тамошнюю пышность не лучше темницы утесов и подводных камней они тотчас встретили ужасное затруднение царь повелел им участвовать в собственной его трапезе роскошной не чистой и скверной а им это было непозволительно и казалось тяжелее смерти они остальны были одни как агнцы между множеством волков необходимо было или мучиться голодом или идти на смертную казнь или вкушать запрещенные явства что же делают эти юноши сироты пленники пришельцы рабы дающих им такие повеления они не подумали что достаточным для них извинения может послужить необходимость и насилие властелина города но употребляют все способы и усилия чтобы избежать греха хотя были совершенно беззащитными ни деньгами они не могли склонить на свою сторону как это возможно для пленников ни дружбой и знакомством как это возможно для пришельцев ни власти не могли заставить как это возможно для рабов ни многочисленностью преодолеть как это возможно только для троих поэтому они пришли и стали словами убеждать того евнуха который имел здесь власть увидев что он боится трепещет и заботится о собственном спасении и непреоборимый страх смерти потрясает душу его 1.10 начальник евнухов сказал Даниилу боюсь я господина моего царя который сам назначил вам пищу и питье если он увидит лица ваших худощавей нежели у отроков сверстников ваших то вы сделаете голову мою повинную перед царем они удаляют от него это опасение и убеждают оказать им милость и так как они сделали все со своей стороны то и бог после того сделал свое не божьим только делом было то за что они имели получить награду но прежде всего это зависело от их душевного расположения которое они показали доблестным и твердым потому и приобрели себе божие благословения и довершили то чего домогались видишь ли что никто другой не может причинить вреда тому кто не вредит сам себе вот ни молодость ни плен ни хиротство ни удаление сижую землю ни одиночество ни неимение заступников ни строгое повеление ни великий страх смерти стеснявший душу евнуха ни бедность ни малочисленность ни пребывание среди варваров ни то что властители были их врагами ни то что они преданы были в руки самого царя ни разлука со всеми родными ни удаление от священников и пророков и прочих кто бы заботился о них ни имение жертв и возлияний ни лишения храма и песнопений и ничто подобное не причинило им вреда но тогда они сделались гораздо более славными нежели когда пользовались этим в своем отечестве таким образом совершив первый подвиг украсившись светлым венцом сохранив закон и в чужой земле поправ повеление тирана победив страх перед мстителем и не потерпев никакого вреда но совершив это дело с такой легкостью как будто бы находились в доме и пользовались всеми благами они потом призваны были к другим подвигам и опять они остались теми же им предстоял подвиг еще труднее прежнего была разожжена печь и вавровское войско вместе с царем вооружилось против них все персидские силы пришли в движение и все устроено было чем бы обольстить их или принудить разнообразные роды музыки различные способы мучений угрозы страшные со всех сторон явления еще более страшные слова но несмотря на то так как они не изменили сами себе а сделали со своей стороны все нужное то нисколько не потерпели вреда а напротив украсились винцами еще светлее прежних навуходоносор связал их и бросил в печь но не причинил им вреда еще больше доставил пользы и сделал их более славными те которые не имели ни храма опять скажу тоже ни жертвенника ни отечества ни священников ни пророков в чужой и варварской стране даже среди самой печи среди всего войска в глазах самого царя совершавшего это воздвигли блистательный трофей и одержали знаменитую победу воспев дивную и преславную песнь которая с того времени до ныне поется по всей вселенной и будет воспеваема в последующих поколениях так кто сам себе не делает вреда тот не может испытать никакого вреда от других я не перестану постоянно повторять это изречение если плен и рабство и одиночество и удаление от отечества и от всех родных и смерть и сожигание и столь великое войско и столь жестокий тиран трем отрокам юным пленникам рабам пришельцам бывшим с чужой земле не могли причинить никакого вреда собственно их добродетели то такое насилие еще послужило для них поводом к большему дерзновению то что может повредить человеку бдительному ничто не может хотя бы вся вселенная вооружилась против него но тогда бог скажешь предстал им и избавил их от пламени точно так но если и ты сделаешь все со своей стороны то конечно след за тем и бог сделает все со своей стороны 495 5 впрочем я не потому удивляюсь этим отроком ублажаю их и почитаю достойными подражания что они попрали пламень и превозмогли действие огня но потому что они были связаны брошены в печь и преданы огню за истинное учение от этого произошел весь трофей их и как только они были брошены в печь то уже возложен был на них венец который начал сплетаться еще прежде исполнения дела когда они с великой отвагой и дерзновением представ перед царя говорили Даниила 3 16 18 и отвечал Федрах Месаха Авдинага и сказали царю Новохладоносору нет нужды нам отвечать тебе на это Бог наш которому мы служим силен спасти нас от печи раскаленной огнем и от руки твоей царь избавит если же и не будет того тогда будет известно тебе царь что мы богам твоим служить не будем и золотому истукану который ты поставил не поклонимся тогда Новохладоносор исполнился ярость и вид лица его изменился на Седрах Месаха Авдинага и он повелел разжечь печь семь раз сильнее нежели как обыкновенно разжигали ее за эти слова я прославляю их при этих словах получив победную награду они пошли к светлому венцу мученичества присоединив к исповеданию на словах исповедание на деле а что огонь остудился тел их вержных печь расторг узы их достаив возможность свободно ходить там и забыл о собственном действии и огненная печь сделалась источником прохладных вод это уже было чудом Божьей благодати и вышнего чудодействия таким образом эти ротоборцы еще прежде нежели совершилось такое чудо как только вошли в пламень уже воздвигли трофей одержали победу украсились свинцом прославились на небесах и на земле и ничего не оставалось более к их прославлению что же можешь ты сказать на это отправлен ли ты в ссылку и излом из отечества и они также попал ли ты в плены под власть варваров тоже как видишь было с ними никого не имеешь ты кто бы там находился при тебе помогал тебе наставлял и научал тебя и они лишены были этой помощи тебя связали тебя жгут тебя умершляют мучительнее этого ты не можешь ничего сказать но вот и они прошедшие все это после каждого мучения делались славнее знаменитее и собирали большее богатство на небесах иудеи имея храмы жертвенника и кивоты и херувимов и очистилища и завеса и бесчисленное множество священников и каждодневные службы и жертвы утренней и вечерней непрестанно слушая пророков живых и умерших оглашавших слух их сохраняя воспоминания о чудесах бывших в Египте в пустыне и о всех прочих имея их написанными на руках своих и на порогах испытав великие тогдашние чудотворения и другие благодеяния не только не получили никакой пользы но еще получили вред поставив идолов в самом храме заколая сынов своих и дочерей под деревьями совершая эти беззаконные и нечестивые жертвоприношения почти по всей стране палестинской и делая тысячи других гнуснейших дел а отроки находясь среди варваров в неприятельской враждебной земле в доме тирана лишенные всякого попечения подвергаясь мучению и действию огня от этого не только не потерпели никакого вреда ни малого ни великого но еще более прославились и так зная это и подобное тому собирая из бога вдохновенных и божественных писаний а много можно найти таких примеров и на других различных лицах не станем думать что затруднительность времени или обстоятельств или необходимость и принуждение или насилие властителей могут служить для нас достаточным оправданием в наших грехах о чем я вначале сказал тем же теперь я кончу речь если кто терпит вред и обиды тот непременно терпит сам от себя а не от других хотя бы много было людей обижающих и притесняющих его а если кто не терпит сам от себя то хотя бы нападали на него все вообще жители всей земли и моря они не могут причинить немалого вреда бдительному о господи и внимательному будем же увещевая вас бдеть и бодрствовать и всегда станем мужественно переносить все скорби дабы получить нам вечное и нетленное благо во христе иисусе господи нашим которому слава и держава ныне и присно и во веки веков аминь